Так, друзья, всем доброе утро! С вами Илья и Алексей. Всем привет! И сегодня в этом видео хотел бы вам картинечко показать номер, в котором мы поселились. Это номер типа гарден, садовый номер. То есть он находится в таком полуподвальном помещении. Вид из окна здесь радует, как я уже, по-моему, показывал. Вот, но в принципе номер такой довольно, как бы это сказать, новенький такой. Ну, мебель, да, получается не старая. Иногда бывает такая убитившая мебель. Она типа самая дешевая, но при этом еще не старая. Вот его еще не убили этот номер. Ну да, еще не успели. Есть такие всякие шкафчики, кондишен. Но нам сейчас пока что он не нужен. Вот такие вот. Есть куда повешать какие-то там рубашечки, курточки. Санузел тоже с виду. Такой довольно свеженький. Тут такая плиточка. Немного-немного были проблемы вот тут с протеканием. Немного все протекает. Напор, кстати, у душа. Я уже чуть-чуть и спробовал. Прямо душ Ширко так лупит вообще. Такая напорища, струя идет. А, единственное, что здесь одна вот эта вот маленькая мусорочка на весь номер. Ну, то есть, когда прилетаешь. Да. И всякие пленки надо снять с чемоданов. Это все сразу забивается. Ну, вот взяли пакетик. У нас вон пакетик. Да. И, наверное, я читал в отзывах, что номер особо не убирают. Надо самому и мусор выносить. А, а вот есть это самое. Еще такая фишка. Под кроватями такие есть схованки. Да. Если, в принципе, ну, типа приезжает много маленьких каких-то людей, ну, то еще половину, это туда как идет. Можно подселить кого-то еще, типа. Плюс каждые кровати еще по одному человеку можно внизу, типа, чтобы жил. Вот, собственно, так выглядит наш сад. Здесь что-то днем и ночью что-то гудит, гудит, гудит. Вот. Но сейчас мы все это еще посмотрим снаружи. Ну, в принципе, вечером здесь можно посидеть. Так, а еще фишка, которая мне понравилась здесь. Я очень люблю свет. Здесь есть вот такие вот лампочки. Па-бам! Класс! Телек смотрим, кстати, турецкие новости. Там сейчас рассказывают про карантин, про ограничения. Вот мы видим, что у них сейчас все, в принципе, зелененькое. Вот, мы уехали из такой дубарины. Да, на улицах растут апельсины, мандарины. Идем по городу вообще. Да, но... Сколько не все включено, сейчас будем еще по дочам какие-то рвать апельсины. Ну, город мы еще посмотрим, покажем, покажем и пляж. Я думаю, может, даже еще и успеем покупаться. Вот, но нас здесь ждут, мы в прошлом видео рассказывали, конкретные ограничения. То есть, здесь все работает только до восьми. Ну, даже вот рестораны и кафешки, они работают только на вынос, можно заказать с собой. Но все равно, только до восьми. Что будет дальше? Не знаю, посмотрим. По выходным, по-моему, сказали вообще. Полный локдаун, я так и не понял. Вообще, можно выходить днем из своего этого дома или нельзя? Ну, по-моему, я так понял, что вот да. По будням после восьми можно гулять, но некуда сходить. А по выходным даже и гулять, по-моему, нельзя. Ходят джандармы, и они такие очень внушительные. Мы там встретили четыре человека на мотоциклах, такие серьезные дядьки. Я думал, это доставщики еды. Я думал, у них такая форма просто непривычная. Я думал, они да, как деливери, типа. Не очень хотелось бы с ними вступать в какие-то конфликты. Вот, так что пойдем смотреть завтрак. Да, да, я уже со вчерашнего дня его жду. Ну, пойдем посмотрим. Вот мы выходим из нашего подвального номера. И можно подняться на лифте. Один этаж. Либо пешком. Давай, знаешь, что ты на лифте, а я пешком. Кто быстрее? Нет, мне кажется, не пешком. Ладно. Да, мы уже в первый раз. О, все завтрак. Мы уйдем на завтрак. Я жду этот завтрак после вечерашнего дня. А мы что-либо? Ага, вот. Очень голодный. А здесь все включено, да? На завтрак. Да, это я не знал. Стополный. Да, по-моему, все включено. Ага. Вот, собственно, такой, так выглядит наш завтрак. Яичко, помидорчик, огурчик, сосиска, сырок, зелень, булочка. Вот. Там Леша выбирает, в принципе, тоже себе. Все то же самое. Стандартный набор. Вот. Все его знают, кто отдыхает в Турции. Стандартный набор туриста. Завтрак. Так, друзья, ну, вот чуть-чуть покажу вам, как выглядит вход в наш отель. Тут, кстати, вот как везде в Турции, вы знаете, есть коты. Есть порода, так называемая, аланская кошка. Эти немного пуганные. Вот. Называется Cyprus Park. Вот. Вот так вот выглядит холл, в принципе. Ну, это не холл, а такая веранда. И тут коты, везде мявкают коты. Вот так выглядит расположение нашего отеля. Он находится вот так вот, в принципе, вот можно увидеть в городе. И вот буквально вот там сразу пляж. То есть тут сколько? Метров 100-150 до пляжа. Вот так. Такой небольшой, невзрачный отельчик. Находится, я не знаю, что это, спальный район какой-то. Обычные дома, парковка. Там, наверное, живут обычные турецкие граждане. Я не знаю, врачи, комбайнеры, учителя. Так, ну, нам сказали, что на четвертом этаже, сказали, там поприкольней. По прайсу. Вот что-то пить чаёк вечером, стоит чай 3 лиры. Курс сейчас 1 доллар 8 лир, да, получается? Да. Лёша, сказали, что наверху, на четвертом этаже прикольно. Да, не хочешь туда сходить, посмотреть? Жаль, сказали, нет. Ну, да. Ну, вот когда сказали, что надо чуть-чуть доплатить, чтобы переселиться. Я думаю, стоит ли оно того? Не, а это, а подрамы там есть или нет? Ну, давай посмотрим. Да. Мы сейчас хотим подняться на последний этаж, посмотреть, есть ли здесь какие-то панорамные площадки. Вот, давай заходим. Так, четвертый, самый последний, да? Да. Тут просто такой спокойный отель, и мы тут, короче, с тобой ходим с камерами, и администрация, мне кажется, немного будет сейчас в шоке. Я же как бы стараюсь это все незаметно делать, а тут просто... Тут все незаметное становится. Пять человек в отеле живет. Так, четвертый этаж. Везде же камеры стоят. Так, ну что, панорамных площадок? Я так понимаю, туда нам надо. Да, давай. Так, вот она, панорамная площадка. Здесь, кстати, есть вот стойки. О, а вот и море. Да, море, кстати, вот рядышком-рядышком. О, ну отсюда вид поприкольнее. Тут такие горы красивые, вон, видно, вдалеке. Да, смотри. Сидем на стену, как-то вообще у нас все. Тут аж настроение даже поднимается. Здесь стоянка есть под отелем. Ну, вообще, да. Так что, ты думаешь, стоит все-таки перебираться? Я думаю, что в номере особо вообще не нужно купить. Я думаю, мне кажется, и не надо. Тут тоже есть какой-то соседний отель. Есть вон какой-то бассейн, кстати. Я не знаю, кому он принадлежит. Нам, не нам. Но он, походу, сейчас не функционирующий, наверное. Да, да, функционирует. Там листья нападали. Вот, но панорамки реально очень красивые. Вот море прям вообще. Вот горы меня прям обрадовывают. Видно, снег на горах лежит, видишь? Снег? Вон, говорили. Да, смотри, в натуре. Это уже на стороне Кемер. Вот, тут до Кемера-час, да, ты говорил? Да, до Кемера-час, до Аланьи-2. До Аланьи-2 часа полтора. А нам сейчас на эту сторону пойдем. Вот здесь вот все жилое. Вообще, как бы Анталия. Это вот жилой город. Ну вот. Очень много людей, видно. Они вот приехали, утром выбегают на пробежки. Да, кстати, я смотрю, что многие, многие сюда приезжают именно просто побегать. Вот здесь просто, смотрите, белая дорожка. Одна белая дорожка. Вот эта линия идет, вот эта полоска. То есть, есть промежутка, где они просто едут. А вот беговая дорожка, она такая из Каучука. Она специально, типа мягенькая для бега. Вот, в принципе, сейчас мы протестируем ее даже дорожечку. Ну что, очень приятно бегать, я вам скажу. Класс. Прям нельзя остановиться. Блин, такой кайф бегать тут вообще. Реально. Так, ребят, ну на самом деле мы сейчас... Была встреча с гидом. Мы позавтракали. И сейчас, собственно, вышли к морю. Сейчас около 11 часов. Температура начинает подниматься. Уже становится даже жарко мне вот в рубашке. То есть, я чувствую, что скоро даже мы попробуем покупаться. Я смотрю, там в море даже кто-то плавает. Какой-то один пока что смельчак. Ходят везде кошки. Вот. Это, в принципе, символ Турции такой для меня. Что, кто-то один уже там купается. Смотри, какая собака хорошая. Она кошку увидела. Так, друзья, ладно, не буду сильно перегружать видосы. Много чего есть рассказать. Но все понятно в одно видео не вместить. Поэтому здесь буду с вами прощаться. А завтра уже что-то новое покажу и расскажу. Ну, вот. И Алексей Крылов тоже идет водичку пробовать. Все. Пока. Подписывайтесь на наши каналы. Всем пока.